Ноябрь 2017. Наша съемочная группа знакомится со свалкой на улице Кудряшова. Запороженный снегом хлам мэри обещает убрать, но ругает жителей, что те мусорят в неположенных местах. Январь 2018. Мусор наползает, крысы разбегаются. К войне со свалкой подключаются владельцы аптек и магазинов. Декабрь 2018. Свалка живее всех живых. Решено поставить на этом месте контейнер. Ждем нового порядка распределения мест для сбора ТКО. Апрель 2019 года. На отхожее место по улице Кудряшова выезжает глава города. На примере этой свалки показывает, как будет работать схема размещения контейнерных площадок. Пока идут разбирательства и стороны конфликта выясняют, чья земля, жители продолжают наваливать мусор. И вот юбилейный пятый выезд. 28 августа 2019. Мусор на месте, гараж, в нем коммунальщики видели источник бед и центр притяжения Грязнуль снесли. Власти все же решили, что контейнеру быть, но теперь уже против жителей. Самый большой у нас цензор в этом вопросе это Роспотребнадзор. И если Роспотребнадзор нам на этом месте утвердит контейнерную площадку, то мы ее, естественно, будем устанавливать, потому что место это напросилось для того, чтобы здесь контейнерная стояла. Но все будет зависеть от того, как на это посмотрит Роспотребнадзор. Потому что рядом магазин продуктовый, аптека и нормы все должны быть соблюдены. Жители не хотят, чтобы у них под окнами стояли контейнеры. Видят в этом антисанитарию. А то, что здесь и так мусор лежит, правда, неупорядочено, это проблема мэрии. Ее нужно решать. Специалисты администрации уже устали сюда машины для транспортировки отходов вызывать. Только в пятницу освободили пространство и вот опять. Мы считаем, что в любом случае, раз стихийная свалка происходит, значит жителям неудобно, некомфортно сегодняшнее размещение контейнерных площадок. То есть место, я считаю, искать в любом случае надо. Но это место должно устраивать всех собственников. Администрация города Иваново из бюджета тратит больше 16 миллионов рублей в год на уборку подобных стихийных свалок. К общему знаменателю власти, коммунальщики и жители не пришли. Значит, нам еще предстоит выезжать на эту свалку. И не раз. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.